Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными и известными людьми. Гербер Спенсер, 1820-1903 года. Английский философ и социолог родился в городе Дерби, градства Дербершир, в семье учителя. Отказался от предложения получить образование в Кембридже, кстати, впоследствии отказался от должности профессора в Лондонском университете колледже и от членства в Королевском обществе. Вот такой, видимо, был человек. Был учителем, железнодорожным служащим, журналистом, помощником редактора в журнале «Экономист». Был близко знаком с Эллиотом, Льюисом, Гексли, Миллем, Тиндалем. В последние годы жизни с Вебом. Известные люди. Во время нескольких поездок во Францию встречался Коун. Данные я беру из книги «Энциклопедия мудрости» издательства Росса. Получил наследство. Смог полностью посвятить себя занятиям философии и наукой. Оставил план сочинения, ставшего главным трудом его жизни системы синтетической философии, которая должна была включать 10 томов. В серию вошли принципы биологии, принципы психологии, принципы социологии, принципы этики и так далее. Наибольшую научную ценность представляет его исследование по социологии, в том числе двух других его трактата «Социальная статика и социологические исследования», а также 8 томов, содержащие систематизированные социологические данные, названием «Писательная социология». Спенсер – основатель органической школы социологии. Общество с его точки зрения – это эволюционирующий организм, подобно живому организму. Среди других работ Спенсера – «Человек и государство», «Философия и религия» – много работ. Эссе научные, политические, философские, данные этики, справедливость и так далее. В автобиографии, так называется книга его работа, перед нами предстает ультраиндивидуалист по характеру и происхождению. Человек, отличавшийся необычной самодисциплиной и трудолюбием, однако почти лишенный чувства юмора и романтических устремлений. Умер Спенсер в Брайтоне в 1903 году. Такой человек. Ну а теперь я хотел бы вам почитать его некоторые высказывания. Архитектура, культура, живопись, музыка и поэзия справедливо могут быть названы цветом цивилизованной жизни. Жестокость порождает жестокость, а кротость порождает кротость. Каждый должен жить, не обременяя собой других и не принося им вреда. Наша жизнь сокращается невежеством. Никакой век не в состоянии написать свою собственную историю. Никто не может быть совершенно свободен, пока все не свободны Никто не может быть вполне нравственным, пока не все еще нравственны Никто не может быть вполне счастливым, пока не все еще счастливы Поклонение героям наиболее развито там, где наименее развито уважение к человеческой свободе Понятие счастья бесконечно разнообразно Во все века у всех народов, у всех классов иначе понимали счастье Если сравнить воздушные замки крестьянина и философа, то архитектура окажется различной. Прогресс – не случайность, а необходимость. Сила ума не может исходить из дурно питаемого мозга. Счастье составляет наивысшую цель наших стремлений. Суд присяжных состоит из 12 человек, обладающих средней необразованностью. Только в сильном, здоровом теле дух сохраняет равновесие, и характер развивается во всем своем могуществе. Цель воспитания – это образовать существо, способное управлять собою, а не такое, какое могло бы только быть управляемо другими. Правильно поступать не удается нам обыкновенно вследствие лишь отсутствие воли, а не отсутствие знания. Способность к самообладанию – главное отличие между человеком и зверем. Ну вот, наверное, и все так вкратце о Гервате Спенсере, английском философе, социологе, то, что я нашел в интернете. Все, пока-пока, до свидания, всем привет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok